Кисти и карандаши В городе творчество Полина представила графическую работу. К слову, она единственная из участниц, кто решил рисовать именно в этом стиле – карандашами. Большинство конкурсантов отдали предпочтение гуаши. Среди работ – пейзажи, портреты и натюрморты. Важно, чтобы картины были уникальными. Это одно из главных условий конкурса. Это авторство стопроцентное. То есть работа не должна быть заимствована, ничего не должна напоминать. Это очень актуально, потому что сейчас очень много источников, интернет и так далее. То есть ребенок имеет соблазн. Нарисовать картину, вопреки мнению большинства, это не просто вооружиться холстом, кистью и краской. Нужно знать законы и правила композиции. Хочу сказать, что хорошо подготовленные дети приехали, умеющие мыслить и реализовывать технически свой замысел. Так что думаем, что очень будет интересна экспозиция в итоге. Своё мастерство в конкурсе продемонстрировали 64 юных художников. Приехали они в Нижнекамск со всех уголков Татарстана. Набережные Челны, Лениногорск, Альметьевск, Казнакаево, Елабуга. Призовые места получили 12 конкурсантов, половина из которых нижнекамцы. Эльвир Софиулина, Максим Липин, Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нём узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24.